Найдите силу тока через каждый из резисторов. Смотри рисунок. Если вольтметр показывает 10 В, а сопротивление резисторов R1 6,4 Ом, R2 4 Ом, R3 12 Ом, R4 6 Ом, R5 3 Ом, R6 8 Ом, R7 20 Ом. Для начала запишем данное. Напряжение вольтметра равняется 110 В. Сопротивление R1 равняется 6,4 Ом. Сопротивление R2 равняется 4 Ом. Сопротивление R3 12 Ом. Сопротивление R4 6 Ом. Сопротивление R3 равняется 12 Ом. Сопротивление R4 равняется 6 Ом. Сопротивление R5 равно 3 Ом Сопротивление R6 равно 8 Ом Сопротивление R7 равно 20 Ом Найти силу тока в каждом из сопротивлений И1 неизвестно И2 неизвестно И так далее И7 неизвестно Перерисуем нашу схему Напишем закон Ома для участка цепи Сила тока И прямо как рационально напряжению И обратно как рационально сопротивлению Закон Ома нужно знать Найдем силу тока на седьмом сопротивлении Сила тока на седьмом сопротивлении будет равняться Напряжение вольтметра деленное до сопротивления R7 Напряжение на седьмом будет равняться напряжению вольтметра так как у нас седьмой и все оставшиеся подключены параллельно, а напряжение вольтметра показывает напряжение на параллельном участке цепи. Подставим сюда наше значение. Посчитав, получаем 5,5 А. Чтобы найти силу тока на каждом из сопротивлений, найдем общее сопротивление параллельного участка цепи, которое включает в себя R1, R2, R3 и так далее, R6. Для этого рассмотрим сопротивление 2,3. Эти два сопротивления у нас подключены параллельно. Воспользуемся формулой для параллельного участка цепи. Тогда у нас получается 1, деленная на R2,3 будет равняться 1, деленная на R2 плюс 1, деленная на R3. Преобразуем, приведем к общему знаменателю. Тогда у нас получается R3 плюс R2, знаменатель R2, R3. Выразим отсюда сопротивление 2,3. Сопротивление 2,3 будет равняться R2 умножить на R3, знаменатель R2 плюс R3. Подставим сюда наши значения и найдем результат. Сопротивление 2,3 может сопротивление 3,5,6. Они подключены параллельно. Воспользуемся формулой параллельного соединения. Тогда у нас получается 1, деленная на сопротивление 4,5,6 будет равняться 1, деленная на сопротивление 4 плюс 1, деленная на сопротивление 5 и плюс 1, деленная на сопротивление R6. Приведем к общему знаменателю. Тогда у нас получается R5 умножить на R6 плюс R4 умножить на R6 и плюс R4 умножить на R5. Знаменатель R4, R5 и R6. Выразим отсюда общее сопротивление. Общее сопротивление 4,5,6 будет равняться числитель R4 умножить на R5 и умножить на R6. Знаменатель R5 умножить на R6 плюс R4 умножить на R6 плюс R4 умножить на R5. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда общее сопротивление 4,5,6 будет равняться По счетам получаем 1,6 Ом. Перерисуем нашу схему с обращением. Тогда у нас получается новая схема. Заметим, что сопротивления R1, R2, R3 и R4, R5, R6 у нас подключены последовательно. Найдем общее сопротивление, используя формулу последовательного соединения. Тогда у нас получается, что сопротивление R1, R2, R3, R4, R5, R6 будет равняться сопротивление R1 плюс сопротивление R2, R3 и плюс сопротивление R4, R5, R6. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда наше сопротивление R1, R2, R3, R4, R5, R6 будет равняться... Тогда итоговое сопротивление R1, R3, R4, R5, R6 будет равняться 11 Ом. Найдем силу тока И1. Сила тока И1 это сила тока на верхнем участке цепи. И будет равняться общее напряжение, это напряжение на вольтметре, так как это параллельный участок цепи, знаменатель, общее сопротивление R1, R3, R4, R5, R6. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем, что сила тока И1 будет равняться 10 А. Во-первых, чтобы найти напряжение на втором и третьем сопротивлении, мы должны найти падение напряжения на этом участке цепи. Падение напряжения на этом участке цепи, O2, R3, будет равняться... Сила тока И1 умножить на сопротивление 2, R3. Посчитав, получаем 30 В. Найдем силу тока на втором. И на втором будет равняться напряжение 2,3, деленное на сопротивление R2. Посчитаем. Посчитав, получаем 7,5 А. Найдем силу тока на третьем. Тогда И3 будет равняться напряжение на правильном участке 2,3, деленное на сопротивление R3. Посчитав, получаем 2,5 А. Чтобы найти силу тока на четвертом, пятом и шестом, найдем падение напряжения. У456 будет равняться силу тока И1 умножить на сопротивление 456. Посчитаем. Получается 10 вольт. Посчитав, получаем 16 вольт. Найдем силу тока на четвертом. И4 будет равняться напряжение на параллельном участке цепи. У456, знаменатель сопротивления 4. Посчитаем. Посчитав, получаем 2,7 А. Сила тока на пятом будет равняться напряжение на параллельном участке цепи. 456, знаменатель сопротивления пятого. Посчитаем. Посчитав, получаем 5,3 А. И последняя сила тока, И6, будет равняться напряжение на параллельном участке цепи. У456, деленное на сопротивление 6. Посчитаем. Посчитав, получаем 2 А. Запишем ответ. Сила тока И1 равняется 10 А. Сила тока И2 равняется 7,5 А. Сила тока И3 равняется 2,5 А. Сила тока И4 равняется 2,7 А. Сила тока И5 равняется 5,3 А. Сила тока И6 равняется 2 А. И сила тока И7 равняется 5,5 А. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Сила тока И1 равняется 5,5 А.